Добрый день, уважаемые зрители и читатели портала Retail Room. У нас в гостях сегодня Олеся Тишинкова, экс-категорийный менеджер компании Метро Кошенкери и мы задим сегодня все вопросы, которые нас интересуют по поводу Метро и те вопросы, которые нам присылали на форумы в почту. Добрый день, Олеся. Добрый день, а я постараюсь со всей честностью и искренностью на них ответить. Главное с честностью и главное с искренностью. Олеся, у нас есть несколько вопросов основных, которые, вернее, вопросов по Метро много, потому что Метро это компания, в которой много тумана, то есть и почему-то очень трудно найти какие-то пресс-релизы и многие другие вещи, именно по Метро, потому что она считается одной из самых закрытых, собственно, как и многие национальные компании. Такой вопрос. Скажите, в Метро, каким образом вы постарались работать с поставщиками? Поставщики это партнеры или это дольные коровы, которых нужно, собственно, как бы откачивать? Федор, а что вы ожидаете услышать? Ну, ответ на такой вопрос, естественно. Искренно, обещали же искренно. Да. Конечно же, поставщики это партнеры, и любой сетевой ритейлер считает поставщиков своими партнерами. Но вопрос в том, что очень мало поставщиков соответствует по своему уровню требованиям Метро. Поэтому со стороны кажется, что Метро очень жесткая компания и в нее трудно попасть. На самом деле просто нужно иметь развитую, хорошо организованную логистическую структуру, хорошо организованную работу склада, чтобы не было ошибок со стрих-кодами, с коробками, с этикетками. И очень большая проблема для Метро это недопоставки. Как я уже говорила, у Метро есть целевые клиенты, и целевые клиенты Метро это профессиональные игроки рынка. И поэтому вопрос недопоставок для Метро гораздо более важен, чем для обычных ритейлер. Потому что у ресторанов есть меню фиксирования, и если что-то в магазин не поступает, то ресторатор имеет стоп-лист. То есть, правильно повторю, что Метро ориентируется не на обычных ритейлер покупателей, а на трейдеров и на хориков. Да, это ключевые клиенты Метро, и в своем развитии компания делает ставку как раз на них. Ну, вообще в классификации ключевых клиентов, я думаю даже, что информация эта размещена на официальном сайте компании, есть три группы клиентов. Это хорика-рестораторы, трейдеры, это магазины у дома шаговой доступности, либо маленькие палаточки, как вы видели, проходя по улице. Есть еще третья группа, это называется сервисы, сервисы с компанией сент-офисом, если по-английски. Это, например, парикмахерская, или это какой-то массажный салон, или бензоколонка, либо это офисы, которые покупают к себе, например, офисное оборудование, либо канцтовары. Это тоже считается профессиональными клиентами. Ну, я специально задал вопрос такой, чтобы сделать акцент, потому что то, что есть на сайте, иногда это, как для многих, понимается, как закрытая информация, потому что я тоже нужно искать. Знаете, у меня был один такой курьезный случай, мне один человек написал письмо, Петр, уже полгода хочу заключить контракт с мэтра, не подскажете ли мне адрес офиса? И продолжаю хотеть, да? Ну, да, полгода хотела, и попросила адрес офиса. Я ему прислал адрес офиса, и ниже прислал ссылку с сайта, конечно. Такой вот курьез был. К счастью, он был один. Олеся, вот по поводу жестких требований, да, сразу. По каким критериям мэтра разбирается из поставщиков? То есть, каким должен быть поставщик, то есть, когда он делает свое предложение, по каким критериям, там, это, например, поставщик хороший, это плохой? Какие критерии основные? Ну, с моей точки зрения, первый основной критерий для поставщика – это надежность. То есть, расшифровав это понятие, это поставщик, который в основании расходится с делом. То есть, если он выигрывает, например, аукцион по собственным брендам, и срок контракта – это полгода, то он эти полгода должен выдержать и должен возить. В моей практике очень часто случались случаи, когда поставщик, особенно новый, который раньше не работал в сети, выигрывал, и потом возит товар один месяц, и после этого останавливает поставки. И опять возникает проблема недопоставок. Второй критерий – это соответствие предложения интересам целевых групп, целевых клиентов. Ну, и третий, как я уже говорила, это технико-логистические требования. Ну, это вот опять как-то ответили, как, вообще, как в Думу не планируете, или нет? Так вот, в общем, что? Меня интересует следующее, например, вы категорически уходили, и к вам приходит коммерческое предложение. Что там должно быть написано, чтобы вы его прочитали и пригласили поставщика на переговоры, то есть, хотя бы на переговоры? Какие должны быть параметры указанных? Как оно должно выглядеть? Оно, в принципе, должно выглядеть обычным листом бумаги, но там… Лучше, если это будет один лист бумаги, и там уже будет отобрана конкретная позиция ассортимента, в которых у меня есть пробел ассортимента. Немножко повторяюсь. Откуда он тоже знает? Ну, он открытая информация о полке магазинов, полке конкурентов. То есть, он должен пойти на наш магазин и посмотреть полки? Да, посмотреть полки, посмотреть, что у меня на полках нет того, что на рынке развивается. То есть, хорошим аргументом будет, если тренд рынка больше, чем… Если товар растет на рынке, а у меня этого на полках нет. Либо есть какая-то тенденция потребления, как сейчас мода, на здоровые продукты, на экологичность, и плюс это отвечает интересам целевых клиентов, а ассортимента этого до сих пор нет. Ну, например, у него производят маринованные орешки, их на рынке нет. А у него, его фирме там 8 месяцев, последние 8 месяцев ее продаж растет. Причем, он растет быстрее рынка, он растет крапотом на сотни процентов. То есть, он продавал 8 кульков орешков на стуле, на ящике около дома. А теперь у него там 10 человек фасуют, и он продает 800 кульков орешков. Да, поэтому получается у него там 10-кратный рост. Рынок так не растет. То есть, соответственно, он может предложить свои товары или нет? Ну, я думаю, что нет, потому что это слишком маленький объем, и... Не, ну если он большой завод построен. Если этот товар продается уже в других сетях, например, или если этот товар интересует там Хорику, и я знаю, что в меню ресторатора используют соленые орешки, и, например, тот же самый Гинджер Проджект во всех своих ресторанах дает в качестве аппетайзера, и мне поставщик об этом скажет на переговорах, и я знаю, что мы сможем это предложить другим своим клиентам. То почему бы и нет. Понятно. То есть аргумент то, что моего бренда у вас на полке есть, хотя есть там 10 аналогов, он не это. Ну, аргумент то, что моего бренда у вас на полке нет, это, естественно, не аргумент. Как жаль. Вот, тогда, то есть, получается, если он приходит в лидом аналоги и не видит своего бренда, то это не аргумент, правильно? Нет, абсолютно не аргумент. Хорошо, тогда другой вопрос. А как он увидит, что там чего-то нет? Ну, например, он приходит, там орешки у него. У него орешки, там, не знаю, повидло. У него, кстати, такие же 10 позиций, там тоже орешки или повидло. Почему он должен, потупив очередь, и обратно? Ну, давай я немножко структурирую ответ на этот вопрос. То есть, существует несколько типов новых артикулов, которые могут быть интересны закупщику. Первый тип – это так называемые товары первой цены. Всегда в любой ассортиментной линейке должны быть товары приемлемого качества, но при этом самые дешевые на рынке. Так называемый entry price level. Вот если мы говорим, например, о повидле, если он мне предлагает повидло, которое самое дешевое на рынке и предлагает закупочную цену ниже, чем у меня есть, это может быть интересно. Просто по причине соотношения цена-качество и по причине того, что эта ниша всегда должна быть в любом ассортиментном предложении. Это первый тип. Второй тип предложения – это если бренд сильный, бренд занимает значительную долю рынка, либо бренд сильно растет. Но мы не говорим о новом бренде, как вот было на примере Орешков, а какой-то уже, допустим, был B-бренд. Ну, известно, который возникнет в своей стране, да? Да, B-бренд, то есть следующий за лидером, но при этом мы видим, что он имеет тенденцию приближения к лидеру и увеличивает свое присутствие и популярность на рынке. Это третий тип предложения. При этом, если брать метро, сейчас стратегия развития компании направлена на увеличение доли собственных брендов. Поэтому если предлагать просто среднестатистический B или C бренд, просто вы начали что-то производить у себя, придумали свой, даже не бренд, а торговую марку, наклеили, в этом случае по позиционированию вы будете пересекаться с собственными торговыми марками. Я думаю, что на текущий момент метро это предложение не будет интересно. Соответственно, помимо первой цены, помимо А брендов, метро еще могут быть интересны позиции так называемого нишевого характера. То есть мы говорим о каких-то эксклюзивах, то, чего нет на рынке, какие-то специалисты. То есть то, что нужно, небольшой группе клиентов, но им это очень нужно. Да, им это очень нужно, и они специально ради этого поедут в метр. Как пример, вот когда у меня была рыбная категория, это был угорь и унаги, который используют для ролла, для суши. То есть у нас это была вторая или третья из каюра в бороте во всем рыбном отделе. Ну и на какое-нибудь бельгийское пиво, да? Ну, например, бельгийское пиво. В овощах это может быть какой-нибудь фихуа зимой. Чтобы именно за этим клиенты яхали. Понятно. То есть если у вас продукт из этих трех категорий, то смело можно топать в метро и отправить им предложение. Вернемся к самому предложению. Там должно быть указано доля рынка по бренду, рост этого бренда, да, по сбросовым месяцам. Да, совершенно верно. Плюс хорошо, если вы предоставите мониторинг конкурентов. То есть того, насколько в вашей категории ваш товар присутствует на полках других сетей. Для метро важны следующие сети. Это Ашан, это Акей. Для региональных метро это еще лента. Я думаю, в принципе, это все. То есть у нас иных конкурентов метро в этом сегменте, да? Понятно, так, отлично. То есть в принципе уже почти все рассказали, но тем не менее, кто бы добавил еще некоторые аспекты. Вот я сейчас вижу коммерческие предложения, на которых сделаны аспекты там на определенном количестве критериев. Ну, буквально на днях я читал предложение, в котором там из семи критериев, которые послушник считает приоритетными, являются только два экономическими, которые там связаны с долей рынка и один с объемом продаж. Все остальные это качество, там влияние на здоровье потребителей, там вкус, там вот такие вот такие, там ингредиенты, что так было недавно. Это поставщик такой, да? Да, он писал, что наш продукт очень качественный, наш продукт уникальный, там у нас ингредиенты, наши продукты такие-такие натуральные, потому что мы вращиваем сами, там находится в центре России, там нашу муководу там 15 лет, а потом там объем продаж по этому продукту стоит так сколько-то в рублях, да, и, соответственно, там пункт, репункт. Ну, то есть, что еще поставщику бы хорошо указать в предложении? Хорошо указать, то есть, как сейчас тренд у ритейлеров, вы наверняка знаете, это работа с прямыми, с производителями, с первоисточником, либо если вы импортируете продукцию, то тоже непосредственно с той компанией, которая импортирует. Соответственно, если это так, и это касается ваших компаний, это необходимо указать в предложении. Второе, что необходимо указать, то что вы можете обеспечить все требования технические. Ну, как я уже говорила, это штрих-кодирование, европалеты, температурные режимы. Если речь идет о доставке по торговым центрам, либо доставке на РЦ, вы должны указать, что вы можете это делать, что у вас есть склад в Москве и прочие вещи. Также, касательно вопросов качества, естественно, фраза у нас очень хорошая, качество, она несколько общая. Но если вы укажете, что у вас завод сертифицирован международными сертификатами, такими как ИСО, либо другими, это тоже будет ценной и полезной информацией. Ну, а что дают сертификаты? Ну, они есть и есть. Они в глазах метра имеют значение, потому что отдел качества построен достаточно серьезно. И сейчас, по крайней мере, когда я еще работала, началась волна по глобальному аудиту поставщиков и выставлению требований, чтобы все поставщики имели эти сертификаты. Сейчас этот вопрос, он не настолько актуальный, потому что отдел качества понимает, что это нереально сейчас со всех поставщиков в России. это собрать, да. Но, скажем так, у отдела качества тоже есть САКИ-ПАИ. И, в принципе, они тоже какое-то давление на отдел закупок оказывают. И это будет лишним плюсом иметь поставщика, у которого есть эти сертификаты. Например, когда отдел качества делает какой-то доклад, он может показать, что в этой категории такой-то процент поставщиков сертифицирован. Это будет говорить в лучшую сторону закупщики. Такой вопрос. То есть, соответственно, собственные вопросы, будет ли в наличии сертификата ИСО, будет ли оно быть более приоритетным, нежели чем объем продажи в великом межпоказателе по... Ну, безусловно, нет. Почему? Потому что основные показатели работы компании, как и закупщика, это оборот и прибыльность. Просто я объясню, с чем. Я выступал на форуме, собственно, вместе мы выступали. Я там вел мастер-классы для закупщиков по сетей различных. И мне был задан вопрос, как часто поставщики говорят, о чем поставщики говорят, в первую очередь, на переговорах. Мне сказали, что почти всегда говорят про качество, что у нас качество лучше, чем у других. Вот последний год появился новый тренд, начали говорить еще про ингредиенты. То есть, вот скажите, насколько важно говорить о качестве в первые минуты переговоров? Ну, скажем так. Естественно, первостепенное, что интересует закупщика на переговорах, это то, как товар будет продаваться. То есть экономика. Какой у него будет оборот и какую прибыльность этого заработает. То есть экономика. Да, совершенно верно. Но вопрос качества, про него нельзя забывать. И особенно про него нельзя забывать после того, как поставки начались. В моей практике был случай, когда поставщик под названием Треска возил ментай на самом деле. Что такое Треска? Треска, рыба. А, Треска? Да. Букву «Р» не услышал. Ну, то есть, соответственно, если... А что, он совсем разный? Я же не знаю, они не совсем разные. Они одинаковые. Пользуясь тем, что большинство клиентов это, видимо, не отличает. Понятно. Ну, ключевой два. Делаю акцент. Акцент специально делаю на том, чтобы, уважаемые господа, менеджеры, продажи, когда вы приходите на переговоры, говорите о качестве потом, в конце. О том, что он стабильный, о том, что вы можете его обеспечить, о том, что оно соответствует ГОСТам и другим стандартам. Именно это важно, и это и важно в конце переговоров, потому что, собственно, вам есть с чем работать. А пытаться сделать собственного качества какой-то аргумент в переговорах почти нереально. Ну да, качество – это само собой разумеющийся вопрос. Для сети очень важно, как правильно Петр сейчас сказал, именно стабильность качества, чтобы товар был всегда одинаковым, потому что клиент, который приходит в сети, возвращается в нее, должен знать, что он ожидает, что он получит, покупая данную продукцию. Хорошо, а следующий вопрос. Вот, насколько я знаю, в компании Метро внедрены правила, как бы принципы категории менеджмента, так или нет? Да, да, слушай. Это одна из первых компаний. Вы, собственно, у вас должность была там категория менеджера, да, собственно. Такой вопрос. Могли бы, вот там, категория менеджмент за минуту? Курс категория менеджмент за минуту. Я знаю, у вас есть семинар полный, да, есть. Двухдневный. Ну вот, буквально за минуту, что дает категория менеджмент сети, да, и там вторая минута, что он дает поставщику. Значит, категорийный менеджмент это подход к управлению ассортиментом, когда это делается без точки зрения, что заведет поставщик и какие новинки разработал технолог поставщика, что ему там приснилось сегодня ночь, а то, что хочет клиент. То есть это построение ассортиментной матрицы на основе спроса клиентов. То есть это то, что он дает сети. Тем самым выстраивая сбалансированную матрицу на основе портрета целевого клиента, целевой аудитории. Вот исходя из категории, ну, принципа категории менеджмента, какой поставщик более интересен сети? Тот, у кого много, много SQ, ну, там, основная продаж на 2 миллиона, там, 30 SQ, объем продаж 2 миллиона, или поставщик, у которого там 10 SQ, объем продаж там 1 миллион 800. Ну, это сложно так ответить. То есть, может быть и тот, и тот. Если тот поставщик, у которого большое количество SQ, но при этом это те SQ, которые закрывают нишевые потребности. А если не нишевые? Просто обычные SQ. Ну, обычные SQ. А зачем они нужны обычные SQ? Каждая SQ, оно должно нести какую-то цель, оно должно выполнять какую-то функцию. То есть, обычно разбивается ассортимент там на несколько ролей, несколько категорий внутри каждого сегмента. То есть, есть SQ, которые сделаны для того, чтобы создавать чистоту визитов. Так называемый трафик группа. Они завлекают клиентов в магазин. То есть, это товары базового спроса, из-за низкой цены которых клиент специально может поехать. Есть группа SQ, которые просто являются дополнением к основному ассортименту, на которых сеть зарабатывает деньги. Это, например, жвачки на кассе. Ну, я понял. Там есть еще, я знаю, там несколько групп скают, но у нас просто надо... И суть категорийного менеджмента в том, что в каждой группе есть своя стратегия продаж и закупок. Ну, в общем, в минуту почти уложились. Да? Вообще, категорийный менеджмент, зачем он нужен сети, понятно, да, чтобы оптимизировать место на полке, чтобы продавать только то, что продается хорошо и зарабатывать. Зачем это нужно поставщику, например? Может быть, это будет какая-то полезная поставщику? Я думаю, что это можно и нужно внедрить любому поставщику с точки зрения управления своей ассортиментной матрицей. Тем самым, он берет из ассортимента, скажем так, применение принципов категорийного менеджмента открывает глаза. Это как видеть то, что вы раньше не видели. Те позиции, которые уже давно пора убить, вывести из ассортимента, применение методов этого анализа помогает успешно сделать. Когда поставщик пытается целенаправленно расширять свою матрицу, свое присутствие в сети, платя нового и нового деньги, выплачивая, то есть не всегда это может быть ему полезно. Когда они хотят занять, то можно больше. Ну, конечно. Нет смысла просто так наращивать количество СКЮ до бесконечности. Есть смысл оптимизировать свой портфель таким образом, чтобы каждая СКЮ давала максимум продаж. Вы должны знать, что если у вас 10 СКЮ, то это максимально эффективный СКЮ, который можно было поставить в сеть. именно с точки зрения именно этой сети. Хорошо. Да, вот у вас такой вопрос. Вы сказали, нет смысла, есть смысл. Вот как войти в метро, мы так очень скользко поговорили. Такой вопрос, как из него можно вылететь? За что, вернее? Ну, опять же, возвращаясь, первое, это не до поставки. Второе, это если... Почему все сети говорят об одном и том же, то есть не до поставки, не до поставки? Я думаю, что это правда. Подумаешь, подумаешь? Это, это первый, самый кошмарный сон закупщика, особенно если это не до поставки под промо-акцию или под бигборд. А такое же бывает? Бывает, да. То есть, бывает и очень часто. А платили акцию, товар не привезли? Ну, бывает, да. Часто? Часто, да. То есть, очень часто. Я, наверное, могу сказать, что, наверное, в 60% случаев больших федеральных акций возникает проблема именно с недопоставками. Либо идет возврат по качеству, либо машина задержалась. То есть, сейчас 60% это не для красного славца, это реальность? Это реальность, да. То есть, 60% поставщиков не довозят под оплаченную акцию свой товар. Под оплаченную акцию, ты имеешь в виду, ими, поставщиками. Они же, они же маркетинг не пишут платишь? Я говорю, я говорю о товарах категории ультрафреш. Там несколько сложнее. Да, да. Какая разница? Ну, допустим, если это овощи или ракеты. Они о баксе узнали не внезапно же ночью, за звонком от вас на часов ночи, правильно? Ну, там идет логистика день в день. То есть, машина выходит с таможни, и она может там сдержаться в пути. Допустим, лосось он имеет 14 дней в своем году. 60% ультрафреша, понятно там. Ну, будем надеяться, что в других категориях, конечно, гораздо меньше. Конечно, гораздо меньше. Я думаю, у меня были категории и не ультрафреш, заморозка, например. По ней процент поменьше, но я думаю, где-то процентов 20. То есть, то есть, много все равно. Да. Хорошо. Там, ладно, логистика повели. А еще? Если поставщик ничего не делает с точки зрения оптимизации, ротации ассортимента, какого-то продвижения, то есть, позиции, например, бывают так медленно и печально умирают. Идет снижение тренда продаж лайк-фо-лайк, то есть, продаж сопоставимых магазинов. Если этот тренд, например, идет больше 15-10% минус к прошлому году, то это большой красный сигнал на то, чтобы закрыть эти позиции. Либо идет снижение маржинальности. То есть, получается, три критерия. Логистика, лайк-фо-лайк к прошлому году, да? И снижение маржинальности тоже к прошлому году, правильно? Да. Еще может быть причиной то, что под аналогичную позицию вводится товар СТМ. И что, товар СТМ? Это очень частая причина. Это к вопросу о том, работаем со СТМ-сетью. То есть, почти всегда сеть со СТМ-сетью это ваш конкурент. И вопрос, будете выделывать товар СТМ-сетью конкуренту? Если ответ да, то делайте СТМ. Это мое мнение, мое мнение по СТМ. постоянно такой спор по СТМ-сетью. Большинство компаний рассмотрят как некую волшебную палочку. То есть, это же просто реально производство товара для своего конкурента. Сеть же, как только появится СТМ-сетью, перестает концом товаропроводящей цепочки настойте конкурентом. Совершенно верно, да. Хорошо, то есть, и так, резюмируем. Логистика, объем продаж лайкфулайт, маржа лайкфулайт, объединение СТМ. А если, дополню, если идет пересмотр ассортимента на основе категорийного менеджмента, и, например, показывает, что у меня доля этого поставщика 15%, а в среднем по рынку сеть. Явный знак на то, что часть позиции на закрепление. То есть, нужно скорить до 7, да? Ну, нет, ну, либо, если он показывает там большую прибыльность, чем в среднем по категории, можно и оставить. Это один из сигналов. То есть, если вы занимаете место больше, чем продаете, то у вас клеерсы пройдет. Если не сегодня, то завтра. Вот такое. Если вы не дадите заработать больше, чем на конкурентах. Он должен дать заработать 15%, условно говоря. Ну, скажем так, должна быть выше маржа по отношению к конкурентам. То есть, если у него доля больше. То есть, он получается на каждой своей системе процентов, на каждой занимаемой занимаемое место на полку должен давать прибыли больше, чем на занимаемое место его конкурентам. совершенно верно. Это еще труднее, чем просто объем продаж сделать. Что ж, хорошо, а такой вопрос, там, какое-нибудь свинское поведение поставщика, условно говоря, более там наглое, если он там переговор в виде ожесточенном не сдается, это может быть фактором для вывода? Ну, смотря, что считать свинским, что ты имеешь ввиду подожди с точки зрения закупщика, но отлично с точки зрения компании-поставщика, потому что когда он не отдает не рубля за так, да, бьется за каждый рубль, только как бы он ведется на самом деле с точки зрения поставщика, продавителя хорошо, и с точки зрения свинности на самом деле не очень, потому что, ну, вредный. Ну, если он ведет переговоры в рамках делового этикета, этикета, приводя факты, которые реальные, не просто там сыпали какими-то фразами и эмоциями, то не может быть такого. То есть, соответственно, как бы он долго не отстаивал свои интересы, как бы он не упирался за свои деньги, его за это не выведут? Нет, конечно. Главное, чтобы остальные экономические показатели были хорошими. Ну, да, да. То есть, если экономика хорошая, то можно спотяпляться по максимуму. Главное, чтобы это было в рамках делового этикета. И с фактами. Ну, естественно, как бы. эмоции, какие мы бедные, что мы ничего не зарабатываем, это не может быть причиной для снижения бонуса или там заведением нового ИСКАЮ. Эмоция – это роскошь, на нее сначала нужно заработать. Да, и сразу такой вопрос дальше. Соответственно, на переговорах, да, то есть, что может быть для вас реальными фактами аргументов, как вы сказали, стороны поставщика, чтобы вы его услышали? Ну, первое, если я вижу перед собой профессионала, который действительно знает свой продукт, который интересно о нем рассказывает, какие-то тонкости и детали, потому что, если я закупщик, который любит свою категорию профессиональную, считаю себя профессионалом, мне нужно развиваться тоже в этом направлении. То есть, он должен знать больше вас? Конечно, безусловно. То есть, по своему продукту должен знать больше закупщиков? Не столько же, не меньше, а больше. Правильно? Да, да. Плюс, если поставщик дает информацию какую-то, которая интересна мне, которой я не владею, та же информация по рынку, например, по тенденциям потребления, потому что происходит в Европе на рынке, то, что помогает мне быть в курсе событий, категории, это, естественно, там, первые критерии, которые, что-то, что может вызвать интерес. То есть, то, что, в принципе, может быть интересно по бизнесу, да? Ну, да. Хорошо. Хорошо. Итак, резюмируем. Для того, чтобы быть интересным поставщиком, он должен быть а, расти быстрее рынка, б, имидовать хороший объем продаж, да? Далее, быть более маржинальным, чем его конкурентом, при этом, быть хорошим логистом, уметь доводить все, что пообещал, и при этом менеджер восторжка должен быть экспертом в своем товаре, то есть, знать больше, чем закупщик о своем товаре, о своих продуктах, да, и о своих конкурентах и тенденциях его потребления. Правильно? Да, я бы еще добавила сюда, когда вы формируете ценовое предложение, тоже смотрите, зависит, не надо, я бы не рекомендовала ставить на все позиции одинаковую маржу, потому что, какие-то позиции, они более интересны для продвижения сетью, поэтому на них, может быть, имеет смысл поставить маржу поменьше, что тоже может быть интересно закупщику. Хорошо, это был бесплатный совет, а теперь еще мы на этом завершаем, у нас подходит время, мне прогрессор машет руками, вот, и, соответственно, вопрос, или пожелания нашим зрителям, все, кто работает с метро, тем, кто хочет работать с метро. Ну, я могу сказать, что двери открываются тому, кто их открывает, поэтому становитесь профессионалами своего дела, готовьтесь к переговорам обязательно, проходите вооруженные информации и факторами, и вы добьетесь всего, чего хотите. Хорошо. Спасибо, Олеся. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом мы заканчиваем передачу, которая была посвящена сегодня сети метро и встречи с Олеся, с Олеся Тишинковой. Кстати, у нее будет сейчас, она уже презентовала свой телетренинг по категориям менеджменту, то ищите в интернете и участвуйте. Будет интересно и поставщикам, и сетям, я уверен, потому что сегодня такая очень интересная, актуальная тема. Теперь резюме. Для того, чтобы быть поставщиком, нужно быть интересным не только для метро, но и для любой другой сети. Чем больше вы знаете в своем товаре, тем больше вы верите в нем экспертом, тем вы интереснее. Тем больше вы экономически эффективны, тем более вы интересны. Чем больше товаров и запеченную вы доставляете на стартой сети, тем более вы интересны. Эти простые аксиомы, простые фразы для многих компаний могут звучать как перспективы развития. Собственно, этим и нужно заниматься, потому что в ближайшее время конкуренция будет только расти и компании, которые хотят стать на полке и метро, и с пятого, ашаной и других компаний, число этих компаний только будет увеличиваться. И желаю вам оказаться там, где вы хотите, на тех полках, которые вам нужны, и с той маржой, которая вам надо. С вами была Школа Басовщика. Удачи!